Ирина Добрушина Добрушина является автором книги, стихов и рассказов, которая называется «Колючий куст». Это название, оно позаимствовано из части книги, которая относится к стихам, к поэзии. Я даже затрудняюсь, Ирина, когда я прочел вашу книгу с большим удовольствием и затрудняюсь в том, с чего лучше было бы начать разговор о ваших стихах и рассказах, по той причине, что мне кажется, что они очень близки друг к другу. Стихи близки рассказам, а рассказы близки к стихам. Хотя это нельзя назвать стихотворениями в прозе, например. То есть это рассказы на самом деле. И стихи нельзя отнести к таким сейчас сильно размножившимся жанрам прозаических произведений, которые представляют нам авторы в виде стихов, просто потому что они их так помещают на страницу. Это стихи без всякого сомнения и хорошая поэзия интересная. И мне кажется, что если мы сейчас начнем разговор, то вам, наверное, нужно самой решить, с чего лучше начать – с прозы или со стихов? Я хочу вначале прочитать рассказ один, который, мне кажется, вводит в круг тех чувств, которые меня посещали, когда я писала стихи. После этого рассказа я хочу прочитать блок стихов и после него блок рассказов. Последним я хочу прочитать стихотворение, которое, мне кажется, завершает все то, что я предлагаю. Да, вот тот круг вашего творчества, с которым вы хотите познакомить наших уважаемых телезрителей и тех, кто, возможно, слушает сейчас передачи по радио. Да, ну давайте так мы и сделаем, как вы предлагаете. Значит, мы начнем, как я понимаю, с рассказа. Да. А после этого я попрошу вас немножко прокомментировать, может быть, я вас что-то спрошу, потому что ваши рассказы, они по жанру достаточно оригинальны. Пожалуйста. Рассказ называется «Губернатор острова». Я просыпаюсь на рассвете часов в пять. Я что-то должна сделать, не откладывая. Ах, вот, покрывало, которым застилается постель, не моя. Я должна как можно скорее вернуть ее владельцу острова к губернатору. Оборачиваясь в покрывало с лодыжек до шеи, я оставляю голым левое плечо, слегка накинув на него угол правой стороны. Не меняя домашних тапочек без задников, которые всегда соскальзывают с меня на улице, на улице выхожу из дома. Иду уверенно, легко, тапочки не спадают, легкий ветерок вздувает, иногда с левого плеча покрывало, я накидываю его снова. Оглядываюсь кругом. Пятиэтажки преобразились. Одни кажутся холмами, поросшими виноградными лозами, другие – разваленными древних храмов, заросших кустарником и плющом. Яркое фиолетово-синее небо. Встреченные люди мне улыбаются, я им. Настроение у меня приподнятое. Я знаю, что это древняя Эллада. Иду быстро, с наслаждением ощущаю чудо, которое вокруг. Не дойдя по проулку до улицы, резко сворачиваю вправо. Искавший меня муж видит, что я стою с десятисантиметровой оградкой, пригоревшей путь. Стою, задумавшись, спокойно и размышляю. Ты куда шла? К губернатору острова вернуть покрывало. Но ведь оно наше? Нет. У нас есть такое же, а именно это – его. Почему ты остановилась? Тут высокая ограда, и я не могу ее переступить. Он помогает мне это сделать и уверенно ведет домой. К губернатору острова мы пойдем позже. Идем какими-то закоулками, по лужам. Как-то ухитряюсь не запачкать покрывало. Дома я распеленываюсь, мою ноги, тапочки и ложусь спать. Когда просыпаюсь, то вспоминаю чудесное. Я побывала в Элладе. Ощущение удивительной красоты и свободы Охватывает теперь меня всякий раз, Когда я вспоминаю этот проход между холмами и храмами, Массу зелени и пламена синее небо. Знаете, вот прежде чем мы перейдем к стихам, Мне хотелось немножко поговорить о ваших рассказах. И даже вот об этом рассказе. Я постоянно, когда читал ваши рассказы, Я постоянно ловил себя на мысли, Что вы сделали нечто в русской литературе, Нечто прямо противоположное тому, Что сделал в рассказах в свое время Бунин. Вот у него «Темная аллея» Это знаменитая книга рассказов. И Бунин пытался соединить На пространстве маленького рассказа, Ну вот как легкое дыхание, предположим, Создать роман в пределах рассказа. И эта тенденция, она наблюдалась наиболее ярко Не столько в русской литературе, Сколько в европейской. И там был такой литературовед Перси Лабок, Который первый стал писать о том, Что вот есть некий автор, Который смотрит через отверстия в какой-то мир, Через одно отверстие, Но можно смотреть и через много отверстий. И отсюда появился Фолкнер С его потоком сознания, Где эта идея была достаточно, Ну достаточно, что ли, грубо Эксплицирована. Но появился и Лоренс, И появились многие другие, Те, которые уже органически сумели Сочетать вот эту множественность точек зрения. У вас же этого совершенно нет. Нет этого ни в стихах, ни в прозе. И для вас вообще, насколько я понимаю, Вот читая ваши рассказы, Не имеет значения эта точка зрения. Вы как бы переходите из одного состояния в другое. Вот этот вот экскурс, Который вы сейчас продемонстрировали, Где вы находитесь как бы в трех состояниях, И одновременно во всех сразу. Этого я до этого не встречал. Как вы думаете, Вы сами осознаете вот эту струю новаторскую В своем твое? Да, конечно. А что вы можете об этом рассказать нашим зрителям? Что рассказать? Что она есть, И что нужно ее осваивать. Да я понимаю, Но как это можно осваивать? Вот у вас это получается органично, А кто это еще может освоить? Это не от меня зависит. У кого будет получаться, Будет получаться. У кого не будет получаться, Не будет получаться. Да. А как вы вообще пришли Вот к этому виду творчества? Ведь, наверное, За очень долгий творческий путь, Который вы уже прошли, Вы, наверное, Делали разного рода эксперименты. Да нет. Нет, все время так. Вот прям... Вообще я писала с детства. Да. Писала всякую ерунду. Случай на... Частики на случай, Эпиграммы и так далее. И серьезно к этому никогда не относилась. Да. За исключением, правда, пьес, Которые я писала серьезно, И одну даже поставила. Вот. Потом С пьесами Я распрощалась, Их уничтожила, Когда уничтожала Однажды Свой весь архив. А что касается стихов, То я их и не запоминала, И не придавала им значения. И они таковы, Что им и придавать значения не надо. А вот в тысячи... В Новый год С 1997 на 1998 год Я познакомилась с Владимиром Герцогом. 1900? Нет, вы, наверное... 1900? Нет, не 1900. 1990. Нет, вы не могли тогда с Герцогом познакомиться? Нет. Почему? Мы знакомы с ним 40 лет. 40 лет. Так вот, значит, это получается... Мы в этом году... 1960, наверное. Да, вы совершенно правы. 1968. Девятая шестерка и легко приплылся. 1968 на 1967 год. Ну, конечно, потому что как-то в ней... В этом году как раз исполнилось 40 лет Нашего знакомства. Мы даже делали вечер совместный, Посвященный нашему совместному творчеству. Мы тогда... В каком смысле совместному? Он писал стихи другие совершенно, чем я. Но мы решили отбросить все то, что мы писали раньше, И начать с чистого листа. И вот я начала писать те стихи, какие я. Писала и рассказы, которые вы читали в книжке. А он стал писать то, что он писал. И, значит, тоже считает, что с этого времени он и начал писать. Ну, скажите, а что-то изменилось по сравнению с предыдущим периодом? Безусловно. Я просто стала писать по-другому. Причём сразу с первого стихотворения. Очень интересно. Которое я и могу прочитать. Да, можно? За домом сад. Оттуда видна дорога. Хочется убежать. Скоро я убегу. А это Катя. Как я люблю её куклу. Она резиновая, очень гладкая, очень розовая. Сейчас я её стащу. Бай-бай, моя донечка. Бай-бай, моя милая. Ой, кто-то идёт. Прячься. Скорее прячься. Тебя нельзя никому показывать. Как же я буду с тобой играть? Бай-бай, моя донечка. Сейчас ты вернёшься к Кате. Я тебя отнесу. Почему не выходит мама? Почему никого не видно? Пойду посмотрю на дорогу. Может быть, убегу. Вот это было первое стихотворение, которое... Я вот не знаю, были ли вы знакомы с Генрихом Савгиром в те годы, когда он активно занимался. В то время это было непубликуемое творчество. Его, конечно, знали больше по мультфильмам и многим другим вещам. Но меня вот, когда я читал ваши стихи, сейчас вы перешли к стихам, меня поразило, точно так же, как и в рассказах. Я посчитал, что многие вещи, которые вами написаны, они, ну, как бы, идеальные детские стихи и детские рассказы. То есть рассказы для детей. Интересно их читать и взрослым. Ну, это, как всегда, бывает при хорошей литературе. Так вот, когда читаешь Савгир, у него вот есть тоже с куклой несколько сюжетов, которые он в стихах воплотил. У меня всегда складывалось впечатление, что это совершенно не детское чтение, и детям даже противопоказано это читать. У вас же вот настолько искреннее, чистое отношение к тому, о чём вы пишете, что, а возможно, это лучшее качество для детской литературы, что для меня это показалось очень убедительным, как такое просветлённое творчество. Если можно, прочитайте ещё что-нибудь. Ну, я сразу читаю следующее стихотворение, которое написано следующим. В тёмной комнате качаются две свечи, Воск падает на пол, Посреди комнаты вырос тюльпан, Распустился, завял и исчез, Свечи догорели и погасли, За окном ночь, и светится снег. Очень красивое стихотворение. Можно вот вы прочтёте сколько-то стихов, чтобы я вас не прерывал, чтобы создавалось общее впечатление, а потом мы ещё поговорим. Хорошо. Лестницы вверх, лестницы вниз, Я тебя вижу, ты меня нет, Ты меня видишь, я тебя нет, Чёрные кошки ночью серы, Серые кошки ночи темны, Белые кошки ночи белы, Лестницы вверх, лестницы вниз, На каждой площадке кошка сидит, Кошка сидит, на человека глядит, Человек идёт, на кошку глядит, Рядом с кошкой человек сидит. Придо мной стена, В ней светятся окна, Считается, что там живут люди, А это лихая плоскость. Кр-кр-кр, лети, 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 Чёрное крыло, кр-кр-чёрное крыло, Резкий свист мальчишки под окном, Раз завтра дождь или нет, Почему я не знаю народных примет? Вечер в грязной комнате, Разрыт неубранным бельём, Сигаретами, разговорами, Книги, испорченный магнитофонный проигрыватель, Тянется из ночи к неприятному дню, Который хочешь забыть, Душно на окно открывать, Нельзя. В комнате очень яркий свет, Я сижу-сижу, На тебя гляжу, А тебя всё нет и нет. Как будто созданы для бантиков, Как будто созданы для фантиков, Как будто созданы для ленточек, Как будто созданы для платьев девочки, Они ещё совсем малюточки, А скоро будут куклы лютые. Габряк, 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 в руки не даёшься, Если и посмотришь ото всех тайком, А бабушка тобою печку растопила, Лешего свирепого сверху положила, И царька подбросила, Ведьмой ворошила, И оленя стройного В уголь превратила. Габряк, габряк, а я тебя оставила, Ты мне улыбаешься, Ото всех тайфун. Но тут нужно сказать, Что я подразумеваю под габряком. Конечно, многие же не знают этого сейчас. Так октябрьские жители называют Все отточенные морем виноградные лозы, Которые на что-то похожи. Вроде бы первым такую лозу Нашёл Максимилиан Волошин И поселил его в своём доме И назвал Чёрт-габряк, Че-габряк. Отсюда произошёл псевдоним Чирубин-да-габряк. И коллизия какая была связана с псевдонимом? Если вы помните. Я помню. Коллизия была большая. Это была мистификация очень мощная, На которую купились почти все поэты. Первым вроде бы догадался Кузьмин. Михаил Кузьмин. Но она укончилась тем, что раскрылся этот псевдоним. И раскрылся довольно-таки трагически, потому что И за настоящее имя Чирубин-да-габряк Елизавета Дмитриева. Елизавета Дмитриева ей делала несколько раз предложение Гумилёва. Она отказывалась. И он лично сказал, что на таких женщинах, которые были его любовницами, он не женится. В результате Максимилиан Волошин вызвал ему дуэль. Дуэль, слава богу, не кончилась кровопаралисием. Но все они, так сказать, разошлись. И кончилось это разрывом между Чирубиной де Габряк и Максимилианом Волошиным. Причем она несколько лет не могла даже писать стихи. А когда начала писать, стала писать удивительные стихи, но их не опубликовала. Вот сейчас они опубликованы. И это очень интересно. Макар Карас с Володей делали в Крубе образы мысли. С Герцком Володей. В Володей Герцком, да. Мы делали вечер, посвященный Чирубине де Габряк. И читали стихи. И из той области, когда она была Чирубиной де Габряк, и печаталась под этим именем. И те стихи, которые она писала позже. И нам кажется, что это самая сильная поэтесса Серебряного века. Скажите, а вот если бы сейчас была такая литературная мистификация подобная? Волошин же не только. У него мистификаций было огромное количество. Он, например, утверждал, среди всего прочего, что древо познания, добра и зла, библейское древо познания, и плод с этого древа, это было совсем не яблоко, а это был банан. Вот одна из мистификаций. Я не знала об этом. Ну так вот, значит, если бы сейчас вот такая Чирубина появилась на литературном горизонте Москвы или Петербурга, то вызвало бы это какое-то общественное волнение, вот как это было в то время, когда к этому было привлечено всеобщее внимание, как вы думаете? Я думаю, что это зависит от человека, который бы прочитал ее стихи. Ну, если бы это было достаточно убедительно, талантливо...